Доклад Александра Михайловича Дубянского Еще раз к вопросу о теме Нейдаль в тамильской поэзии Тема, конечно, требует большого времени для хотя бы даже ее и более-менее порядочного раскрытия Вот это одна из тем, из таких канонических тем томильской классической поэзии, которая называется «Тины» И посвящена она теме... Ну, как вы, я думаю, многие знают, что в томильской поэзии определенные ситуации в любовных отношениях героев Это любовная поэзия, будем считать, связана с определенным ландшафтом И вот эти ландшафты и географические какие-то регионы Они, вернее, поэзия, которая посвящена этим темам Значит, она всегда разрабатывает определенное соотношение между пейзажем и между чувствами, так сказать, и состоянием героев Ну, много об этом я, естественно, сейчас говорить не буду Тем более, что как-то я об этом и писал в свое время Да и Анна Игель я тоже этим самым писал Вот, но, поскольку тема, как я уже сказал, в общем, очень многообразная И с разных сторон с ней можно подходить То, значит, я решил все-таки... И даже более того, я помню, что это было очень давно Значит, даже, кажется... Я уж не знаю, Веруслав Владимирович, помнит или нет Но я даже с этой темой выступал на доброчных чтениях Вот, и тогда, помню, значит, была еще Татьяна Яковлевна присутствовала Которая, значит, как-то одобрила эту тему В связи с тем, что это была тема моря Вот, она как раз тогда писала, помню, или только что написала статью Моря в Ригведе Вот, и, значит, вот она... Мне как-то пришлось это ей по душе Вот Но в Ригведе-то, значит, с морем Тоже не так уж хорошо дела обстоят А вот любопытно, что в поэзии, лирической поэзии, скажем, санскритской, да и пратритской В общем, так сказать, морская тема, по сути дела, отсутствует То есть море упоминается, так сказать, либо вскользь, либо, во всяком случае, вне связи Вот, с ситуациями людскими, так сказать, какими-либо Вот, в этом смысле, конечно, эта тема Нейдаль представляет собой явление вполне, так сказать, оригинальное Вот, хотя и, конечно, несвободное, в общем, видимо, от влияния все той же санскритской традиции Но я еще раз хочу сказать, что здесь очень много есть, чем позаниматься В частности, значит, вот и поэтическими приемами Вот, или там анализом содержания и прочее Все это, конечно, я в один доклад вместить не могу Просто мне этим надо еще очень плотно и заниматься Но какие-то соображения дополнительные я бы хочу выразить Ну, во-первых, хочу напомнить о том, что, значит, Нейдаль, слово само по себе означает То есть имеет несколько значений Вот, ну, прежде всего, это растения цветов Вот, и эти вот темы Тиней, они, в общем, пять тем Они все связаны с именами растений Вот Тут, правда, есть некая заковыка Я даже вот перед, значит, собранием знатоков Так сказать, как это тоже тема поэзии Такая смущение перед собранием знатоков Вот Я сейчас выражу, но это уже, так сказать, самокритика, в общем, отчасти пойдет Дело в том, что вот идентификация этого цветка, Нейдаль, значит, как выясняется, несколько затруднена Потому что, значит, это лирия Для этого известно, что это лирия Вот если посмотреть даже по каким-то спискам Даже в таком издании, как Дровицкий этимологический словарь Там, значит, говорится, что, значит, Нейдаль – это так называемая, значит, лилия альба Нимфея лотус альба Вот она называется по, значит, на латыни Вот, то есть белая лилия Вот И в некоторых других изданиях, там, члендийский даже, значит, ее называют белым цветком Вот, и я в свое время тоже на это как-то клюнул Значит, ну, это небрежность, конечно, которая, в общем, со всякими, наверное, случается И даже в своей книжке тоже ее, значит, поместил, как цветок, вот эта белая, так сказать, лилия На самом деле, в общем, это синяя, конечно, лилия И, в общем, как ее характеризовать в ботанической точке зрения, я сейчас вам не могу сказать Но этот цветок, кажется, очень известный И водяная, в общем, такая лилия Такого синего и фиолетового цвета Я думаю, все присутствующие так или иначе ее знают И, значит, есть несколько мест в томильской поэзии, где, в общем, хотя и не так много, и описаний таких подробных нет Но все-таки говорится о том, что она синего цвета, что она ниля Вот ниля – это известное, так сказать, тоже вот слово, которое означает вот эту самую синюю и летовую лилию Значит, и, кстати, в санскритской поэзии тоже, значит, она упоминается нередко И, в частности, в связи с тем, что с нею, с ее лепестками сравниваются глаза героинь Глаза, значит, женщин темные, так сказать И иногда это, так сказать, дает повод поэтам, значит, на этом как-то сыграть Ну, в частности, вот в этой самой коллекции, знаменитой антологии Видья Кары Субгаша Таратна Коша, там есть маленькое стихотворение о том, что, значит, сколько раз, значит, обманывала ее изображение в воде И, в общем, цветочница боится теперь смотреть, значит, в воду, потому что, значит, ее глаза, то есть она, как бы, видя отражение свое Она думает, что там цветы этой самой лилии и пытается ее сорвать, вот, а на самом деле это отражение ее глаз Да, такой вот небольшой стишок Ну, и в Томбельской поэзии тоже есть немного, но очень указание на то, что это цветок, который сравнивается с глазами героинь Вот, так что будем считать, что все-таки это вот синий цвет Вот, но помимо того, что это, значит, цветок, который дает название вот этой самой теме Еще вдобавок, это еще и цветок, или, вернее, само слово, ну, и связано с довольно мрачными обстоятельствами Потому что Нейдель называют некий тип, значит, барабана, который можно назвать погребальным или похоронным Вот, и опять-таки есть упоминание о том, что в нескольких онтологиях, там, Фуранануру, потом, вот, Николай Валентинович подтвердит На Ла-Ди-Яре есть, значит, мрачные такие стихи, где говорится о том, что вот нечего радоваться, а вот скоро запрограммит звук этого самого Нейдель-барабана Так что, значит, связь его с таким мрачной стороной жизни тоже довольно очевидна Ну, и, значит, третье значение, которое важно Вот, то есть, простите, нет, в связи с этим мне неудивительно, что темой, основной, так сказать, доминирующей темой стихов на тему Нейдель в поэзии Томильской является, в общем, тема страданий, таких или любовных переживаний Причем они доходят там до, значит, до таких очень сильных пределов То есть переживания, разлухи, которые вкладываются вот в уста героини Вот, они действительно бывают очень сильными Вот, и, видимо, тоже какие-то мысли, может быть, о смерти приходят Ну, вот, допустим, одну иллюстрацию я, так сказать, прочту Не претендуя на, конечно, нового врача-чтеца-декламатора Но содержание, допустим, одного стиховерения, зонтологии Натрины Лучи тускнеются, солнца заходящего Кстати говоря, тема вечерняя, тема вечерней, значит, такой вечерней тьмы Сумерек, вот, она как раз характерна для этой поэзии Значит, лучи тускнеют солнца заходящего И ночь таскует, как лиана, чьи цветы опали Летучие кругом летают мыши И петуха самец, открыв с насмешкой клюв, хохочет Прошло уж время возвращения, названное обещавшими Что в путь отправится с негибнущей любовью А бурая сова кричит всю ночь На крепкой ветке дембу дерева стал соствольного Неужто мне, страдающей от боли, нескончаемой и одинокой И впредь придется слышать Доносящуюся с пальмиру констоствольной птицей андриль голос? Ну, андриль, кстати, это птица, которая, если я не ошибаюсь Идентифицируется с так называемой чатокой Или нет, или скорее с краунчей Во всяком случае, в общем, считается, что это птицы, которые живут очень семейным союзом Так сказать, при разлуке всегда страдают Это, кстати, часто упоминается в стихотворениях Это самая птица Как упоминается, конечно, целый ряд предметов Которые образуют пейзаж или ландшафт этой темы Повторяю еще раз, тема разлуки Она доминирует И, вернее, тема даже страданий связана с разлукой Конечно, это не означает, что буквально все произведения Которые относятся к этой теме вот так шмарочны Но вот доминанта все-таки такая Ну, значит, я сейчас не буду перечислять предметы, которые... Ну, предметы очень короткие Там есть целый ряд деревьев Которые образуют этот канонический пейзаж Характерный для этой темы Вот, значит, ряд, скорее, не животных, а птиц Вот, в частности, цапли, которые, значит, постоянно там летают Вот, и вот этот самый Андриль Потом, значит, песчаные дюны Значит, ну и, конечно, океан Вот, потому что дело происходит все на берегу океана Где-то в районе рыбацкой деревни Естественно, там описаны, в общем, занятия рыбаков Ну, в зависимости от размеров стихотворения Они, значит, либо коротко упоминаются Что вот они просто выходят там в шумящее море Или же иногда более пространно даются такие картинки Иногда очень изящные Ну, например, если они на ночной лов выходят То лампады, которые они зажигают на своих лодках Значит, они превращают вот этот самый океан В звездное небо Вот, то есть, поэтому не выпускают таких случаев Ну, вот, ну, вообще, значит, сам океан Тоже описан достаточно кратко То есть, он шумящий волнами Вот, глубокий, пахнущий рыбой Вот, такого рода определения Вот, но всем понятно, что То есть, те, кто Вот, например, Настя Крылова За ней, за ее спиной, так сказать Вот, ей ли этого не знать То эта стихия, в общем, опасная И, значит, собственно говоря При том, что аспекты, так сказать Вот, этого образа океана Могут быть разные Потому что он же источник жизни Там и так далее Вот, но все-таки Вот этот момент опасности Который, конечно, в общем, вполне гармонируется С этим общим содержанием этой темы Вот, он, несомненно, всегда тоже присутствует Более того, значит, даже для определения океана Употребляется слово Одно слово суром Которое в этой же протомийской поэзии Употребляется для обозначения Пустынной, опасной местности В период летней жары Которую, значит, герой обычно пересекает И уходя там на какое-то свое дело Как правило, там военное дело И еще-то еще То есть, иначе говоря, вот эта сама пустыня океана Так сказать, фигурирует Как тоже, значит, опасная вещь Кроме того, там, значит, обитают опасные животные Там обитают, ну, в прибрежных водах обитают крокодилы А в океане обитают акулы И вот, они тоже часто упоминаются Причем, значит, если, так сказать, вот И с цветком этим некоторые путаницы наблюдаются То, значит, с акулами, кстати, тоже Потому что, значит, часто называют рогатые акулы Но имею в виду, значит, рыбу, которая на самом деле называется макрей Таким вот удлиненным, значит, удлиненной носовой костью Вот, видимо, они тоже ее, а слово употребляется Которое вот акулу означает Видимо, значит, эти, они тоже, значит, эту самую Так понимали Короче говоря, опасное, так сказать, животное Оно рвет все эти рыбаков Кусает, значит, этих же рыбаков часто И вот, и, в общем, это все создает вот эту атмосферу некой опасности Ну, сами отношения между героями развиваются В общем, по канонам, уже известным По другим темам поэзии, так сказать Герои встречаются, значит, не на берегу То есть не у края, там, допустим, поля просака в горах А встречаются на берегу моря Герой, значит, появляется Выделяется из стайки девушек какую-то одну Которую они влюбляются И вот между ними развивается дальше, так сказать, их отношение С помощью подруги героини И все это вполне соответствует обычному вот канону Любовному канону Томильской поэзии И сейчас я на нем останавливаться не буду Обращу внимание только на одну вещь Если мы, значит, все-таки подумаем А кто герой, собственно говоря, вот этой поэзии То окажется, что героиня, вообще-то говоря, это девочка Все время упоминается, значит, то, что она с подружками играет на берегу Там, значит, рисует домики на песке Гоняет крабов, ну, плещется в волнах Вот, и она, так сказать, дочь рыбаков То есть она принадлежит вот этой деревеньке Где рыбаки там сушат все эти Вот, теперь, значит, они же, девочки эти Обгоняют чаек от сушившейся рыбы То есть, в общем, обычные такие занятия А вот герои фигуры довольно загадочные Потому что, значит, довольно регулярно Всюду он описан как некий персонаж Приезжающий на колеснице Иногда даже с каким-то отрядом Вот, то есть, в общем, ничего, конечно, конкретного Чего-то не говорится Но совершенно явно, что социальный статус, так сказать Этих героев различен И вот в одном стихотворении так и сказано Подруга, героиня обращается, значит, к этому молодому человеку И говорит следующее Она дочь рыбаков, что ловят рыбу Выйдет в синее бушующее море Из маленькой милой деревушки Что вблизи прибрежной рощи А ты, любимый сын богатого владельца Крепкой колесницы Из древнего селения С торговой площади, где в флаге Высоко трепещут Какое благо в нас От пугивающих стаи птиц Что всохли без помех Куски акулы жирной Мы пахнем рыбой Шел бы лучше прочь Ведь наша жизнь скудна Она зависит от морских плодов Она не для тебя А для таких, как мы Так даже превосходна Вот здесь уж это вот социальное неравенство Выявлено, так сказать, вполне определенно И, в общем-то, остается все-таки Некоторой загадкой Вот что же, так сказать, может стоять Вот за этими фигурами Вообще Ну, я, так сказать, стараюсь еще коротко Один сюжет заполнить Потому что можно, повторяю, много об этом еще говорить Вот Факт тот, что, значит, сам герой, в общем, необычный Конечно, ну, вот я говорю, он, так сказать, более высокого статуса И даже можно даже говорить о каком-то достоинстве Едва ли не там, к нерзовскому и царскому Но вообще этот сам сюжет Здесь я только на мелком скажу Потому что это требует определенного исследования Так же, как, кстати, и сюжет темы Куринджи Когда герой приходит на поле Проса и встречает, значит, девушек В одну из которых влюбляется Вот Он, вообще говоря, отражает такой вот Известный фольклорный сюжет Значит, о том, как Некий герой высокого статуса Значит, появляется в диком месте Там в лесу, в пустыне Или там на берегу моря, как в данном случае И, значит, встречается с какой-то простой девушкой Вот В конце концов, сюжет Шакунталы Вот именно об этом и говорит Вот Или там сказание о деве Февронии Когда, значит, княжесть тоже встречает Такую лесную деву Вот И здесь тоже, вообще говоря Мы сталкиваемся с похожей ситуацией Вот Кроме того, значит Значит, вот, скажем В некоторых темах Томильской поэзии Проглядывает Вот более-менее определенно Некая такая Бифологическая подоплевка Ну, скажем Вот в теме Куринджи Где речь идет о горах Там, значит, вот эта пара Любовников, так сказать Она является, конечно Несомненно, репликой Вот героя Не репликой мифологических фигур А именно Муругана и Валли Вот И Меня, кажется, всегда интересен вопрос А вот можно ли найти Какую-то подоплеку Такую вот мифологическую Для вот Морской, так сказать Морской вот этой самой темы Вот Ну, что я могу сказать Во-первых В описаниях героев Иногда проглядывают Между прочим Даст эти черты Так сказать Божественности Если так можно выразиться Вот, кстати Поэзия Нейдель Она отчасти представлена В повести о браслете Шилы по регарам Этой поэме Где, значит Там Ковалан Свои возлюбленные Обмениваются песенками И вот эти песенки Как раз Вот на морскую тему И там, как говорится Что ты стоишь Как богиня Там, как Анангу Как такая устрашающая богиня То есть Иначе говоря Даже эта девица Девочка Простая Наивная Она, значит В себе Какие-то Такие Намеки Намеками Содержит Какие-то Черты Вот Иногда упоминается Между прочим Бог моря Вот И тут тоже Разные вещи И с одной стороны Мы знаем Что есть богиня морская Вот Тамилов Это вот Мы не мехали Вот И кроме того Вообще Женский персонаж Анангон Так ее и называют А с другой стороны Мы знаем Что в Талькапе Где эта тема Представлена Значит Говорится Что властителем Этой зоны Морской Является Никто иной Как варуна Сам варуна Значит Как имя Она не употребляется В поэзии Но Но Говорится В общем О Дэйвом Или О божестве Моря Вот Иногда О божестве Морских Глубин И так далее По мне Возможно Что Фигура Варуны Так сказать Или варуны Как говорят Правильнее Как-то Сохраняется Вот Но я хотел Обратить внимание По-моему Еще пять минут У меня есть А, Рузана Вот Хотел обратить Внимание На Одну параллель Провести Которую В общем Буквально Конечно Трудно Но Тем не менее Вот Какие-то Счерпесходства Не в этом Видятся Я имею ввиду Историю Которая Была запечатлена В очень Позднем Тексте Еще 17 века Значит Был такой Была такая Поэма Тиру Вильядль Значит Это Поэма Играх Шивы Вот В районе Города Мадурай И вот Значит Паранджете Мунивар Автор Вот Он Значит Писал Разные Пришествия Шивы На землю В том числе Значит В том числе На берег моря Вот И там Говорится Ну Всю историю Я не буду Рассказывать Говорится Просто Он явился В селении Рыбаков Под видом Рыбака Вот Значит У него Была корзина Для рыбы Сеть На плечах Вот И Задачей Была Спасти рыбаков От злой акулы Вот И что он В конце концов И делает Он Значит Как там Говорится Он Влезает В лодку Вот Значит Все это Описано Довольно Подробно Значит Прыгнул В лодку И пошел Значит Разрезая Волнующийся Океан Взял сеть Бросил ее Со скоростью Стрелы Из лука Потом Подобно Рыбы Глотающие Слона Это Мифологический Овоз Где-то Значит Поэзии Санскрийской Есть И поймав Рыбу Вытащил ее На берег Вот И как Рыбаки Скали Он сын Нашего Рыбачьего Бога Вот Ну Рыбаки Начали Паровей Танец Такой Хороводный А что Самое Гладное Выдали Ему Жены Девицу Значит Которая Была Дочерью Главы Этого Племени Значит Рыбацкого И Которая Была Собственно Говоря Аватарой Умы Вот Так что Свершился Брак Нажда Ниме И Значит Шива Уволок Это Самую Свою Собственную Собственную Супругу Значит В храм У Тара Коша Мангей Где Он Стал С ней И Пребывать Ну Значит Естественно Такую Прямую Аналогию С сюжетом Поэзии Медель Может быть Найти Невозможно Но Интересно Что Очень много Деталей Всяких Свидетельствует В том Что В тексте Вот Этой Пураны Свидетельствует О том Что Так сказать Общие Так сказать Карактеристика Фона Общая Вот Так сказать Карактеристика Ландшафта Значит Была хорошо Автору Вот Известна И он Ее Так сказать Воспроизводит Вполне Достоверно Вот Ну Не буду Внимание Деталями Утомлять Но Факт Так сказать Такой Что Здесь Как бы Это Два Сказания Вот Этих Вот Если Так Можно Выразиться Вот Они На всяком случае Находятся Как бы В одной Парадигме Так можно Выразиться Ну Вот Дальнейшие Какие-то Размышления На эту Тему Может Приведут Более Положительному Результату Ну 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 По крайней Мере Вот То Что Можно Об этом Сказать Вот Вкратце Вот Я постарался И изложить Спасибо За внимание Спасибо большое Александр Михайлович Вопросы Есть? Комментарии? Вопросы? Есть комментарии? Ну Александр Михайлович Я буквально позавчера Дочитал статью The Blue Lotus И там говорится о том Что в санскритских словарях Путают Кокут И Синие И синие Лилии Вот Я правильно понимаю Что Не очень понял Простите Значит Есть статья Статья Разбирающая Ровно то С чего вы начали То есть И там описывается Что в санскритских словарях Путают Говорят о неком Синем лотосе Который В принципе Ботанически Невозможен И Вот Имеют ввиду Как раз Лилию Но мне кажется Что вы Ее именно Лилией И называли Так Лотосы Синими Не бывают Ну да Это цветок С белым Или розовым Цветом Вот Это Ботанически Это Хотя они Там семейству Лилейных Принадлежат Но они Это разные Отряды Так сказать Поэтому Лотос Это не Не точные Названия Хотя Получается Ошибка Не только В этим Логическом Словаре Вообще Словари Не дружат С ботаникой Это Безусловно Ошибка Да То же Как Между прочим Путают Баньян 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 Который 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 Варуна Но Это Не может Быть Мордом Акреля Вы Не знаете Что Это Такое Может быть Так вот При том Дело Потому что Челюсть Макрель Это Вот Это Ее Рог Так Сказать Это И есть Удлиненная Челюсть Челюстная Кость Вот Так что Вполне возможно Что Об этом Идет Речь Здесь Некоторая Путаница У них Наблюдается Ну То есть Они Под Одну Категорию Сверстывают Многие Вещи Вот И да И в общем Они Так сказать То что Варуна Был Богом Моря Там Можно Я Сейчас В деталях Не входил Некто Есть Свидетельство О том Что Вот Этот Бог Из Океана Так сказать Вполне Может Быть Каким То Может Ослабленным Вариантом И в этом смысле Кстати Поскольку Варуна Мрачная Фигура То Соответствие Вот Этой Самой Теме Печали И Страданий Так сказать Тоже Вполне Логично Спасибо Спасибо Пожалуйста Татьяна Иосифовна У вас Вопрос Спасибо Да Саша И Еще раз Примите Пожалуйста Благодарность За ваш Замечательный Доклад Скажите Пожалуйста Все эти Романтические Истории Они Происходят В какое-то Объединенное Время Года Или Знаете Вот Время Года Для Для Этой Самой Темы Не Выделено Вот Даже В теории А выделено Только Время Суток А именно Вечер Вот Когда Заходит Солнце Вот Во всяком Случае Это Не Сезон Дождей Вот Это Можно Жаль Спасибо Да Нет Это Не Сезон Дождей И Так Скажите Как бы На этом берегу Особого Роли Даже Не Играет Спасибо Да Ну Естественно Махабхар Это Приходит На ум Да Рыбачка И Царь А Кстати Да Кстати Говоря Впрочем Тоже Там Ну Вы Знаете Царь Вечитра Вилья Значит Он В лесу Встречает Ее Тоже Это Такой Распространенный Мотив Я Знаете Я пытался Найти Показатель Арны Томаса Наверняка Там Где-то Но Он Как-то Так Явно У меня Не Вылез Вот Я Помогу Более Тщательные Поиски Могут Даже Привести Вот Такого Рода Мотив Может Ярослав Владимирович Мне кажется Это Лучше Известно Может Это Есть Где-то То Может Попадалось Я Вот Помню Что Сюжет Такой Девушка Пахнущая Рыбой Он Есть И В Махабхарате И В разных Племенных Каких-то Фольклорных Ну Да Это Вот Я Говорю Это По-моему Вечит Тривирия Встречает Эту Сакьяваки Да Нет А это Именно Девушка Так сказать Простая Девушка Лесная Так сказать Которая Которая Встречает Принц Вообще Говоря Вот И Мне Такое Предположение Есть Что В этом Сам Списке Арны Томаса Этот Мотив Где-то Должен Упомянут У меня Знаете Такое Просто Маленький Комментарий Когда Вы говорили О Ватаминском Слове Сурам О том Что Это И Дикий И Море Правильно Я Помню Море Это Пустыня Пустыня Море В данном Случа Она Применяется Она Применяется Как раз В пустынной Местности Такой Вот Жаркой Во время Летней Жары Хорошо Спасибо Большое Шива Санту Шасан Туста Саргадир Е Туришвар Шиво Витан Утам Шевам Самаст Шивас Ниди Шабда Синдхум Самагат Бхаш Йадья Рапи Дургам Бхи То Хам Крип Йат Рат Ни Стар Й 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 Шива Сан Ту Ш Сан Ту Ста Сарг Де Р Е Тур Й Швар Шиво Витан Утам Шевам Самаст Шивас Ниди Шабда Синдхум Самагат Й Бхаш Й Й Й Рапи Дургам Й 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 Продолжение следует...